Благодарим за помощь в подготовке этого выпуска компанию Марафон. Всем привет! Вы смотрите самый мешковый канал преднаборства «Боевые батальники». Уже почти год назад вышел наш выпуск с Виталием Дулцом про удары руками на мешке. Мы показали вам 10 раундов разнообразной интересной работы на мешке и пообещали в конце, что сделаем такой же выпуск и для ударов ногами. И сегодня основные виды ударов ногами в тайском боксе и способы их отработки на мешке. Виталик, привет! Привет! Лоу-кик, начинается с чего? Мы должны влетать туда, вот как мы с двойкой врываемся. Врываемся, не шаг под шаг, это самая база, а врываемся. Так и с лоу-киком мне нужно ворваться туда, прыгнуть, влететь. Правой ногой толкаемся, а левой раскрываем. Нога полпути летит собранно. Она летит собранно и вот здесь вот идет сброс массы. Если она уже будет разогнута лететь, ну ты такой палкой просто ударишь, не тот эффект не будет. Вот этой хлесткости, которая сушит ноги. Смотри, прыгаем по диагонали и пока... Левую раскрываем, а правую собираем. Все, пока только об этом подумай. Левую ногу раскрываем, а правую собираем. Жу! Да. Опять прыгаем. Жу! Вот. Жу! Да. И лицо закрой теперь, при этом правой рукой. Правой рукой закрой, вот так замахнись. Во, тебе смотри. Ты правой рукой замахиваешься, и тебе нужно будет потом вот так ногу и руку одновременно выпрямить. Жу! Да. Еще, еще, смотрите, какое есть упражнение, чтобы вы хорошо толкались правой ногой. Многие как-то толкаются вот так двумя одновременно. Смотрите, берете ногу, ставите на бедро себе. Видите, на бедро. Идет вот такой вот сброс. Тут хочешь, не хочешь, тебе нужно только одной, за счет одной правой ноги сделать толчок. Опять ногу на бедро забросил, и идет вот такой вот сброс. Опять поставил, и хороший толчок, агрессивный, правой ногой. А левая расслаблена, раскрывается, щелк, да-да-да, раскрывается. Вот так вот. Вот, вот, хорошо. Сюда мы добавляем работу руками. Вот к вот этой вот работе, к вот этому мы добавляем агрессивную работу руками. Левая рука вниз, а правая на место левой. Вот. Левая я, оп, смотрите, а правая вместо нее. Я замах делаю и левой, и правой. И теперь руками разрезаю, и тем самым помогаю своему телу закинуть свою ногу. Все работает, все в едином порыве. Руки, тело и ноги. И все это нужно соединить с прыжком. Смотрите, я прыгаю, я прыгаю, и руками работаю. Все, остается только разогнуть. Все, я в стойке стою, в стойке. О, да, еще раз, я отпускаю мешок и встречаю. А это обязательно закидывай, да, сюда? Не, у тебя, в принципе, это для тех, кто часто приходит и начинает как-то двумя ногами толкаться. Нет, ты нормально, ты толкаешься правой, а левая у тебя расслаблена. Это для тех, кто не может задней ногой толкнуться. О, да, еще раз, скачок чуть-чуть по диагонали. Да, нога летит, собрана, и в конце сброс массы. На, первая задача у нас поставить лоу-кик, и мы разобьем его на несколько частей. Первое, что мы сделаем, вот мы поставим руку, как будто я уже влетел. Смотрите, ребят, как будто я уже влетел. И вот учусь разогнать ногу, вот последняя фаза. Последняя фаза, я должен научиться бедро хорошо вставлять, рукой, одной рукой, чтобы я двумя не путался, пока я только одной рукой буду работать. И разогнать из этого положения. А что? Видишь, я успеваю ее, и опустите, в момент удара голова закрыта. В момент удара закрыта. А когда у меня вторая будет, голова будет и в этот момент закрыта. У кого нет проблемы с хорошим толчком, кто сразу правой ногой хорошо толкается, тому не нужно вот это вот упражнение, сброс. Но многие, они могут только как-то вот так двумя толкаться. Они одновременно и приземляются, и бьют. Вот для этого человека нужно подойти к мешку, перед тем, как раунды начинать, и просто на технику поработать. Поставил, правой толкнулся, сброс. Поставил, толкнулся, сброс. Потом разделил. Второй кусок. Вот так вот. Только концовку удара поделал. Только концовку удара. Поразгонял отсюда, отсюда. А потом для взрыва еще поделал. Взял вот такой вот. Вот сели, и из этого положения я должен взорваться сразу. Не так, что встал, а потом... А я уже вставаю, туда заезжаю. В стойку встал, и вот так вот сел. Все, со стойки. Правой ногой хорошо толкаюсь, и туда заезжаю. Обязательно. Правой толчок. И еще раз. Хорошо, отдыхай. Тут есть тонкая грань. Такими упражнениями можно как помочь себе, сделать себя быстрее взрывнеть, так же можно и навредить. Так же, как и с гантелями в руках. Можно себе помочь увеличить свои силовые, скоростные показатели. Так же и навредить, сделать себя еще медленнее. 10 раз, 10 вспышек, а то порой 8, на максимал, когда ты стоишь, 8 взрыв. 8 это, только он начинает уже вот так вот вылазить. Из последних сил все, это уже не нужно. Не надо, тут уже взрыва нет. Это уже пошла мышечная выносливость. Смотрите, лоу-кики. Все, мы разогрелись, мы уже разбросали ноги. И начинаем. Самое главное при лоу-киках, это научить их доносить до цели. Он может быть суперсильный, но если вы это все делаете заметно, он будет в блоке или мимо. Нужно научиться маскировать. Есть несколько способов. Вы можете руками маскировать. Смотрите, набросать в голову. Любую комбинацию набросали. Все внимание перевели его на голову. И в расслабленную ногу. Ужа, закрыли. Вы можете просто обмануть, дернуть. Смотрите, показать, дернуть его левой ногой, а ударить правой ногой. Вы можете продублировать. Первый ударить легкий, а второй сильный. Первый бьете с надеждой, что он среагирует, а второй с ускорением пробивает. Такой раунд. Донести, обмануть. Игра, обман. Смотрите, показать левой, а ударить правой. Дернуть правой, а ударить на втором движении. Насыпать в голову и закрыть все это движение лоу-киком. Донести, замаскировать. Вот суть. Первого раунда. Да, левая нога. Когда правой ногой бьешь левую ногу туда, в сторону. В сторону, чуть-чуть по диагонали, чуть-чуть. Да, 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 смотрите, ребят. Иногда Женя не убирал левую ногу в сторону, вот туда. И шагал как-то вот сюда ты вот шагал. Да, да, да. И бум, смотрите, мне тогда в этом случае... Давай друг против друг. Когда я шагаю вот сюда и бью, смотрите, мне какой радиус нужно пройти правой ноге, чтобы донести свой лоу-кик. Моя левая нога мне же и мешает. Видите, какой радиус, какой круг. Или же я прыгну вот туда, и смотрите, насколько траектория становится короче, насколько быстрее удар доходит до цели. А ну попробуй, смотри, левую сюда поставь и ударь, как это долго летит через твою. Да, или немного в сторону. Фу, да, еще раз, чуть-чуть в сторону. Оп, фу, чувствуешь, насколько быстрее? Она практически по прямой туда заходит. Давай второй вариант разберем. Смотрите, ребят, это как при боковом, я рассказывал, есть более мощный за счет корпуса и более слабый за счет вращения плеча. Также лоу. Это более мощный, когда я всей массой, это тайская классика, когда я всей массой туда заезжаю. А есть более слабый, но он молниеносный. Лиам Харрисон. Он высушил очень много людей, и в том числе тайцев, своими лоу-киками мощными. Смотрите, он не прыгает в сторону. Он вот здесь стоит, передает. И вот такие вот взрывы. Смотрите, небольшой, небольшой скачок вот этой ногой, и все. Нога часто прилетает даже стопой, не пальцами. Вот, вот этой вот частью, стопой. Многие могут сказать, так ты стопу травмируешь. Вы видели, сколько раз травмировали голень? Голенью, если попадаешь, тоже очень мало приятного. Поэтому тут, если этой частью я попадаю, вот этой стопой, вот это, вот здесь максимальная скорость нога набирает. И сушит очень болевой эффект. Понятно, что если я пальцами попадаю, то уроны они причинят. Но вот эта часть, она очень опасная. Наша задача, в принципе, научиться не в блок бить, а доносить удары до цели. Поэтому вот если он... Айш, вспышка. Айш, вспышка туда опять. Айш. Потому что если он вышел свеженький, у тайцев еще весь тело на задней ноге, она у него разгружена. И очень тяжело классикой сюда зайти. Это очень долго. И вот он делает как? Он вот этими ударами супербыстрыми разбивает. И потом, когда противник уже, ну, уже не такой, это... Он уже начинает дам, дам. И классикой уже добивает его. Ну, если бы сразу классикой, ну, это 90%, что в блок, в защиту. Айш. И взрыв, взрыв. Айш. И еще. Айш. Хорошо. Первый раунд. Задача донести удар до цели. Любым способом. Маскируем боксом и в расслабленную ногу. Можно показать левой. Он тут среагировал. Левой. А нанести правой. Можно намеренно первый ударить легко, чтобы он поднял ногу. И только он ее ставит. У нас был второй вложиться. Задача донести лоу-кик до цели. Поднимаемся чуть-чуть выше. Боковые. Миддл-кики. Миддл-кики. Но сейчас мы побьем не на силу, так как мы здесь в первом раунде выложились хорошенько. Лоу-кики хорошие. Они отнимают много сил. А миддл-кики мы второй раунд сделаем чисто для разработки тазобедренного сустава. Это такое непростое упражнение, которое заставляет очень хорошо продышаться. Сейчас, смотрите, такая напрыжка будет. Напрыжка с ноги на ногу. Руки перед собой. И начинаем его развивать. Справа налево. Справа налево. Опорная нога живая. Живая на носках. И отчет. С ноги на ногу перехожу. Учусь хорошо. С ноги на ногу переходить. Бедрами работать. Многие бедра эти оставляют сзади. И вот так вот бьют. А теперь мы увидим, как это получится у вас, друзья. Вот, собственно, раунд три. Смотри, я ставлю ногу, да? Я пытался сразу в воздухе их менять. Или как? Да-да-да, смотри. Бах. Дарил? Бах. Ааа. Бах. Бах. Да, и еще руки вот здесь. Вот здесь перед собой работают. Хорошо, идем дальше. Задача диктовать ногами. Я, опять же, это часто на своих групповых даю, как разминку. Диктуем ногами. Смотрите. Я снизу первый удар бью вниз, второй удар в голову. Получается, я отрабатываю удар, и он отрабатывает. Здесь он набивается, он не ставит блоки. А здесь он отрабатывает рефлексы, защиту. И ты мне один удар вниз, любой ногой. Пам, другой в голову. Пам, да. И это можно делать как разноименно. Видите, я ударил правой, а второй в голову левой. Также и одноименная. Смотрите, я бью раз, и езжи перевожу на голову. И этот раунд мы делаем на мешке. Смотрите, я ударил первый в ногу. Пам, второй в голову. Или первый в ногу, второй в голову. Или одноименная в голову. В ногу, в голову. Главное снизу начинай. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Нога. Голова. Нога. Пам. Голова. Да. Одноименная, это, кстати, всегда неожиданно. Судя по высоте удара в голову, ты подразумеваешь, что лоу-киком ты срубил уже, да? И противник, который сел на колени, ты его добиваешь. Коротко об этом раунде. Хорошо, отдыхаем. Следующий раунд у нас два прямых удара. Будет прямой, левый прямой в живот и правый прямой в голову. У тайцев очень большая держалка, они очень выносливые. Они утром, вечером тренируются, тысячи ударов в день наносят, много бегают, они очень выносливые. Сейчас я вышел, допустим, с тайцев, представляем такую ситуацию. Мы выходим с человеком, не обязательно с тайцем, который больше меня тренируется. Мне нужно каким-то образом уравнять эти шансы. Каждый удар по животу, он забирает кусок силы у противника. Поэтому мы сейчас бьем левый тип, смотрите, подушечкой стопы в солнечное сплетение. В солнечное сплетение. И стараемся не толкнуть, смотрите, тип вот такой, знаете, когда я просто его останавливаю. Он на меня идет, а я его просто останавливаю. Этот удар особо урона не несет. А именно вбиваю такой агрессивный. Представьте, что он на меня бросается. Я даже без рельса руками перекрываюсь и вбиваю туда. Агрессивно я туда. И этот удар мы с вами назовем, так и назовем, уравнитель. Вы должны так бить, чтобы уравнять эти шансы. Чтобы он на второй ранд вышел и еле дышал. Продолжай. Левый. Туда вбиваю. А правый у нас полетит в лицо, в голову. Мы его называем неотбиваемый. Очень много нокаутов, особенно сейчас идет новый промоушен. Уан. Там очень много ударов правой ногой сильной в голову. Его очень тяжело отбить. В основном, когда выносят вот так колено, все начинают реагировать, опускать здесь руки, здесь. И это прям между рук вот туда вот заходит. Смотрите, чтобы ударить в голову, я поднимаю колено уже до груди. Видите, максимально высоко. А стопа уже натянута, смотрит ему в лицо. Вот я как пружина сжимаюсь и туда в лицо наношу. А левая нога выносится до горизонта. До горизонта. Правый в голову. Левый. Левый. Правый. Уравнитель. И не отбиваем. Хорошо, Жень. Учитесь реагировать на это сближение, потому что, ну, это на словах не объяснить. Это надо только чувствовать с помощью многих повторений. Если я рано ударю, я провалюсь. Если я поздно ударю, когда он здесь будет, он меня снесет с ног. Поэтому я должен вот этот, ваше любимое слово, тайминг. Тайминг чувствовать. Вовремя. Тайминг, Женя, знаешь, что это слово? А теперь не отбиваемое. Не отбиваемое, да. Для этого колено. Вот, колено бьет. Смотри. Это уже почти на уровне моей головы. Смотри, Женя, рикошет. Колено бьется об мою грудь и влетает ему в голову. Да. Между рук, да, туда. А теперь два вместе. Сначала уравнитель. И неотбиваемое. Да, да, да. Легко, легко можно. Ребят, поэтому растяжка очень важна. Вы вот здесь можете четко понимать, тренер вам доносит, все хорошо, вы понимаете. Но тело вам не позволяет сделать, потому что где-то недостаточно таз разработан, тазобедренный сустав. Где-то связка не позволяет. И вы вроде понимаете, но тело вам не позволяет. Поэтому тянитесь. Снова прямые удары, только у нас был уравнитель и неотбиваемый. А сейчас, сейчас у нас стоппинги. Задача его остановить. Смотрите, он идет на меня. Я просто толкаю. Уже я не вставляю, как в первом случае. Я просто останавливаю. Легко, этот удар даже у меня не отнимает сил. Смотрите. Он на меня идет, моя задача его остановить. Либо не дать ему развить. А так вот он на меня пошел, а я бум, живот остановил. Либо я хочу развить свою атаку. И смотрите, что я делаю. Я левой ногой вывожу его из баланса, чтобы развить удар более мощной ногой. Многие спрашивают, как не падать. Вот я бью, а он меня сносит с ног. Здесь опять же вопрос в упражнениях на баланс. И одно из них вот. Мы наносим 50 ударов на каждую ногу. По 10. Смотрите. Тип. И не ставим ногу. Не ставим. Вовремя вставляем. Видите? Он меня не сносит. Вовремя я вставляю. На баланс 10. Поменяли ногу. И 10 на другой ногу. 10. Так делаем 10. 10. Где здесь? 50. За 50 раз вы прочувствуете, как у вас работают мышцы подъемники ног. По 50 на каждую ногу. Итого 100 ударов. И потом еще нужно 50 ударов. Получится по 25 на каждую ногу. Раз. Два. Уже смена. Видите? Уже я ставлю ногу. Если в первом случае я ногу не ставил и все время держал, я колено не опускал, то во втором случае я продолжаю концовку эту раунду. Уже толкая. Смотри. Аля. Да. Мешок все время держу в воздухе. Не даю ему принять вертикальное положение. Постоянно его держу в воздухе. А вы почувствуете вот эти мышцы подъемники ног. Объясняю. В боксе очень много упражнений для повышения выносливости плеч. Зачем? Чем выше мышечная выносливость плеч, тем больше смогу я наносить в бою ударов и меньше уставать. То же самое с ногами. Есть разные упражнения. Там поднимаешь очень много, не ставя ногу. Вот здесь вот эти мышцы забиваются. Так же и здесь, когда ты ногу не опускаешь, постоянно держишь, вот здесь вот эти мышцы очень чувствуют, чувствуются. Они повышаются мышечная выносливость, и ты потом можешь в течение всего боя очень много наносить ударов ногами и не уставать. Чувствуешь вот этот баланс развивать? Да. Он только вот так появится. Со временем ты научишься стоять. Да, и руками. Какая нога бьет, то рукой режь воздух. Помогай, помогай себе, разрезай воздух. Да. Вот так. Работа после защиты. Точно как у нас было в боксе. Мы работали на контратаках. У нас была защита, это начало атаки. Защита, это начало наших атак. То же самое здесь. Очень многие бой с тенью, кстати, делают, в котором только атакующие действия. Бой это не только атака, но и защита. И даже бой с тенью, когда ты делаешь, ты должен имитировать все вот эти вот защитные действия. Сейчас мы отвечаем ему после защитного действия. То есть поставили блок и сразу отдаем. Или поставили блок, пока он рядом, коленом заходим. Или убрали ногу, убрали ногу и сразу же отдали. Или провалили его. Он мне наносит удар, я провалил. И тут же сразу контратак. Защита, атак. Все. И держим вот эту вот фразу у себя в голове. Защита, это начало моей атаки. Да, вспышка, я вот здесь расслабляю. Вот тайский режим, спокойно. Еще, ребят, такой есть момент у тайцев. Когда они в защитной стойке, весь тело больше на задней. На задней. Видите, передняя разгружена, они готовы останавливать блоки. А когда хочет сам ударить задней ногой, они часто переносят весь тело на переднюю. Понятно, что они начинают уже ожидать, что по ней придут. Поэтому они тут могут провалить. Но весь тело переносит. И уже вот такая у них. Разгружают заднюю ногу. И она вот здесь вот. Ну, быстрее потом вылетает, понял? Чем когда они на задней стоят. И потом перебрасывать весь тело. Есть такие еще хитрые моменты. Но это чисто для ценителей. Мы в одном раунде сделаем два разных задания. Раунд у нас будет две минуты. Мы минуту делаем одно задание. Вторую минуту мы сразу без отдыха переходим на другое. Первое. Колени. Смотрите. Бум. Плюс футворк. Вам нужно делать разножку и встречать постоянно колено. Далеко не у каждого это получается. Жень, посмотри. Со стороны легко. Но ты сейчас попробуешь. Колени бьются, смотрите. Как будто это копье. Туда, сквозь него. Видите, сквозь. Если я буду бить снизу вверх, я себе все колени поджигаю. Если это противник, смотри, противник. Тебе когда страшно, ты вот так вот живот закрываешь. И снизу вверх я попадаю четко в локоть. Поэтому я должен бить вот туда, сквозь него. Смотрите, я ударил. Нога назад и смена. И вот это все я должен успевать. Смотрите. Раз. Очень хорошая работа, которая заставляет и бить, и футворк. Быстро смена ног. Вот эти вот разножки. Чтобы я на носках постоянно был. Ноги были легкие, легкие. Поменял. Бьющую ногу возвращай назад. Поставил, потом поменял. Ударил, поставил, поменял. Да, и тут главное расслабиться даже не надо. Знаешь, ты можешь съехать на то, что ты не успеваешь. Там ты медленно. Посмотри, как я. Я вообще делаю медленно. Смотри. Смотри, я вообще не тороплюсь. Видишь, суперскорости не надо. А следующий раунд уже более сложный. Я хватаю мешок, обнимаю. Пам. В разных сколах по-разному. Где-то заставляют аж вот так взяться. Где-то заставляют вот так. Главное, не за талию его берем. А имитируем захват за шею. Смотрите. И разгоняем колени. Оп. Отбрасываем ногу назад. Выбрасываем назад. Разгоняем и колено. Выбрасываем ногу назад и колено. Имитируем серийную работу колена. Я поймал его за шею. Смотрите, держу. И начинаю разбивать. Ничего страшного, что он видит мой удар. Я же его держу, он никуда не денется. А если он начнет подставлять руки, если он начнет подставлять руки, он откроет голову. И тогда я просто буду рубить локтем. Понятно? Поэтому не бойтесь отбросить сейчас ногу назад. Вы его держите за шею. Никуда не денется. Если вы будете его так бить, ну это ерунда будет. И вот так вот разбиваем его, не отпускаем. Я так, кстати, когда-то умел. Да, и колено острое, собранное. Получилась минута такой работы. И сразу, оп, вам захват. И пошли. Без перерыва? Здесь, да. Еще один раунд. Мы делим один, два, три. Три разных удара. Смотрите, первый мы бьем тип. Вот ты на меня идешь, я тебя останавливаю типом. Также я тебя могу остановить. Смотри, мы в бедро останавливали, а я тебя могу остановить в живот. Но нога прилетает вот так, под локоть. У тебя здесь локти, и я прям вот так горизонтально под локти тебя и останавливаю. В бедро я контролирую твой центр тяжести. Понял? Еще раз. Ты наступаешь, я могу левой, могу правой остановить. И когда я тебя остановил, я тебе вдогонку такой тип слайдом бью. Тип слайдом, это когда, смотрите, ребят, я без шага. Я поднимаю ногу левую, а правую, видите, вдоль пола ставлю на место левое. И получается, одним движением я преодолеваю вот такой кусок дистанции. Смотрите. Потому что, когда я хочу донести левый прямой, когда я агрессор, если я буду это делать с разножки или с шагом, ему даже не надо ничем заниматься, он отойдет, испугается. А когда я делаю, да, двигаюсь, когда я делаю это слайдом, это неожиданно. Поэтому вот такой вот у нас раунд. Мы два раза его останавливаем, смотрите. Раз в живот, два в живот, а третий вдогонку. Еще раз. Раз в живот, два в живот, а третий вдогонку. Слайд. Такой, что ли, да? Первая, смотри. Вот так? Смотри, смотри. Это последний, да, ты показывал? Третий. Смотри, я эту ногу поднимаю, а это просто... Да, я не... Видишь, ты право именно толкаешься. А у меня правая, смотри, я даже не подсаживаюсь. Смотри, она вообще... Смотри, оп. Я как будто... Шаг приставить, шаг приставить, шаг приставить в сторону. Левой ногой стягиваю право. Я левую ногу поднимаю и стягиваю тем самым. Ну, этому надо посвятить, которое какое-то время, конечно же. Я понял. Еще один раунд у нас, вот такой вот тяжелый, его можно предпоследний сделать. Когда у нас загружены руки, а руки, они большую роль играют при ударах ногами. Поэтому мы руки сейчас загружаем, и смотрите, можно типы побить, можно колени побить, неважно. И здесь мы убиваем двух зайцев, укрепляем и ноги, и повышаем мышечный вынос, чтобы руки у меня здесь были. Здесь без всяких отмашек. Да, да, здесь, ну, это большой вес, 6 килограмм. Просто я сейчас на 12 килограмм потяжелел. На 12 килограмм больше нагрузка на руки, на спину, на ноги. И потом без этого веса я гораздо все это буду резче, быстрее делать. Хорошо, смотрите, опустим типы. Руки я стараюсь вот здесь вот держу. Ты сам делаешь, как наш реверс делаешь. Ну, небольшой, да, да, небольшой. Даже привычный. Ну, не такой, да, чтобы прям повлить. Можно коленом, да, вот эти вот. Колени. Заключительный раунд, чем мы будем заканчивать, это хайкиками в голову. Удары ногами забирают очень много сил. Гораздо больше, чем удары руками. Поэтому в тайском боксе 5 раундов, а не 12 раундов. Потом еще. Чем лучше у вас растяжка, тем меньше сил забирают удары ногами. Это очень важно. Обдумайте это. Чем лучше растяжка, тем меньше сил забирают удары ногами. Поэтому, когда я бью много ударов в голову, я, во-первых, у меня появляется вот эта самая растяжка, маховая такая. Во-вторых, я оттачиваю вот эти смертоносные удары в голову хайкики. И в-третьих, я повышаю свою выносливость, потому что удары ногами, они забирают много сил. А удары в голову ногами, они тем более много сил забирают. И в конце вот такая работа я часто даю уже на выносливость, когда тебе не нужно экономить силы. Ты подошел к мешку и... Туда в голову, опять в голову, в голову туда. Часто я даю еще, ты представляешь, что как будто я проигрывал весь раунд. Меня разбивали, и у меня одна надежда на нокаут. И мне нужно всю душу, либо сейчас не заходить туда, либо бить всей душой. А надежда на один удар, на нокаут. У меня уже не осталось сил, это, допустим, последний раунд, не осталось сил на длинные серии. Но сил на один удар, чтобы вложить в него всю душу, я найду. Я так понимаю, что там, где ты говорил, количество повторений там 10, 50, примерно такое. А там, где время, в зависимости от готовности, у кого-то раунд минуты, у кого-то две, у кого-то три, по самочувствию. Все индивидуально, здесь никаких четких догм нет. Да, да, да. Все, друзья, надеюсь, вам это пригодится. Тренируйтесь и ставьте почаще наше видео на паузу, чтобы рассмотреть нюансы. Не стесняйтесь перематывать и пересматривать. Ссылки на все выпуски с Виталием вы найдете в описании этого видео. Подписывайтесь на канал, на инстаграм, на инстаграм Виталя. Опять-таки, все ссылки будут в описании. Все, обязательно ставьте лайк, пока. Блин, может я сниму, а то мне неудобно в них совсем. Сними, да, но мешок тяжелый, сразу предупреждаю. Ну, ничего страшного. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.